Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Добрый день. Началась Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Как-то на этот раз все пошло с левой ноги. Неготовая оказалась Олимпийская деревня к приему гостей. Сервис и проблемы с питанием. Невиданный в истории спорта допинговый скандал, в результате которого исключено большинство членов российской сборной. Митинги на пути, стафета Олимпийского огня. Сами бразильцы, в принципе, против очень многие были. Олимпиады. Олимпиады. Потому что они считают, что эти средства могут быть потрачены на что-то более необходимое стране. Даже некоторые участники стафеты подверглись нападению этих же митингующих. Еще до начала игр были совершены вооруженные ограбления спортсменов, журналистов, болельщиков. Неспадающая тревога по поводу терактов, разумеется. Я к чему веду? Я помню даже в моем недавнем детстве, молодости, вот эти игры, это было какой-то романтикой, какой-то мечтой. Конечно. Какой-то надеждой. Как-то подпорчено все, это мечта. Ведь Олимпийские игры – это не соревнование. Это показ того, что выше нашего соревнования, которое диктует нам наш эгоизм, кто больше, кто выше, кто сильнее и так далее. Выше этого будет ощущение, что мы собираемся все вместе. И не собираемся вместе, чтобы подраться. Или на беговых дорожках, или в высоту прыгать там, или в футбол, или что-то еще, или в бокс. Мы собрались вместе для того, чтобы показать, что мы можем быть вместе. И даже и вот эти вот все наши соревнования, они в принципе второстепенны. А выше этого, на самом деле, то, что мы можем объединяться и добавлять друг друга, и нам от этого приятно, весело и хорошо. Мы давно уже утратили, в общем-то, этот дух. И сегодня Олимпийские соревнования – это самое главное, кто выиграет, сколько медалей. И поэтому здесь допинги и всевозможные, ну, совершенно неоправданные подсидки и перекупки игроков, и спортсменов, и прочее. Так что это все утратило давно, давно свой дух, это все уже подчинилось эгоизму, политике. Все это просто очень большие деньги и очень большой государственный эгоизм каждых из участников. И поэтому здесь и допинговые скандалы, и кто знает, насколько это верно или неверно. То есть все это абсолютно прогнило. Лучше все это спокойно убрать, подумать, как это сделать совершенно на другой основе. – Вы не рассчитываете, что это может как-то исправиться? Та же самая Олимпиада. – Обычным путем это не исправится. Та же самая Олимпиада, она исправится только в том случае, если принципиально не будут указаны, откуда игроки, к каким государством они относятся, и они будут произвольно выступать. – Тогда национальной гордости нет? – Никакой национальной гордости нет. Никакого эгоизма, ни частного, личного, ни национального, ни государственного, никакого. Это должно быть абсолютно, абсолютно все убрано из спорта. И тогда спорт действительно будет связывающим людей. Серьезным, большим праздником, фестивалем, именно демонстрацией единства. Это можно сделать эти все олимпийские деревни во всех странах местом постоянно, непрекращающейся встречи, фестивалями в течение круглого года, чтобы туда встречались люди, музыканты, выступающие всевозможные. Ну, спортивные теми. И спортивные игры, и такие всевозможные, чтобы это был просто фестиваль. И спортивный, и культурный. А вокруг чего тогда люди объединяются? Вокруг того, что есть у них общее. Что есть у них общее. Они хотят проявить возможности человеческого организма. Но не только физические, а и внутренние, сердца. Как мы можем подняться не только над своей природой, над своим телом, которое тянет нас вниз, а мы толкаем его вверх. Так и наш эгоизм тянет нас вниз, каждого индивидуально к себе. А мы должны толкать его вверх, связи между собой. Вот если мы сделаем такое, это действительно будет праздник мира.